Ребят, ну что, всем привет! Сегодня у нас на обзоре рюкзак стоимостью 400 тысяч рублей. То, что в нем лежит, стоит именно столько. Посмотрим, что там внутри. С двух сторон написано про фото, чтобы вы понимали, что это настоящее профессиональное фотооборудование. Здесь у нас есть такая вот книжечка, в которой написано обо всей функциональности рюкзака, о том, что здесь можно засунуть туда свою камеру, сюда можно положить свой ноутбук, еще что-то, вот так вот приделать к сумке, чтобы было удобно. И, в общем, супер многофункциональный этот рюкзак. Ну, конечно же, рюкзак не может стоить 400 тысяч рублей, важно, что в нем внутри. Давайте посмотрим. Здесь мы видим вспышки. Вспышки это про фото шведской компании. И вот как они выглядят, посмотрите. Вот так вот. Уже только ради одного дизайна, наверное, многие люди готовы заплатить 400 тысяч рублей. Вот, посмотрите, одна вспышка, вот такая. Вторая вспышка, точно такая же. И мощность у них 250 джоулей. Это как 5 накамерных вспышек, но в два раза менее мощные, чем студийные. Но и по размеру, понятно, что они сильно меньше. Самое-то главное, что? У нас здесь есть приветственное письмо, конечно же, от Профото. В лучших традициях, эксклюзивных, дорогих брендов. Посмотрите, здесь нам рассказывают об истории Профото, о том, чего они добились, чего достигли. И чего с этим оборудованием может добиться любой фотограф. Поднимаем это письмо, у нас под ним зарядники, проводочки, всякая ерунда. Давайте по порядку. Первое, что попадается к мне в руку, это крепление для этой вспышки, которое приделывается вот таким образом. Оно приделывается вот сюда, и мы в него можем вставить зонт и быть настоящим профессионалом в глазах клиента. Тем более, если у вас на вспышке написано Профото. Вот так вот сюда вставляем, сюда зонт, и все работает. А это все на сточку ставим. Дальше у нас есть проводок один, проводок для обновления прошивки. Зарядник вот такой вот, который тоже к стойке приделывается. И такой же комплект для другой вспышки. А еще есть ремешок на руку, чтобы у вас вспышка не упала и не разбилась. Ведь она стоит по 200 тысяч рублей. Почему же она такая дорогая? Во-первых, она беспроводная. То есть здесь есть аккумулятор, и, соответственно, в любой локации вы можете ей пользоваться без проблем. Вам не нужна эта розетка. И кроме того, что здесь есть импульсный свет, соответственно, ну это же вспышка, поэтому она импульсная. Здесь есть еще и постоянный свет. Этот постоянный свет меняется по температуре. То есть он может быть как теплым, так и холодным. И кроме этого, есть еще одна особенность классная, которая, мне кажется, эту вспышку здорово продает. Она управляется с телефона и с синхронизатора тоже через Bluetooth. То есть вы можете фотографировать на свой телефон, используя эту вспышку. А как вы понимаете, на любую камеру можно сделать классный кадр, если у вас есть хороший свет. Поэтому с двумя вот этими источниками света вы можете сделать супер классную картинку даже на телефон. Разберемся с этим чуть позже, а пока перейдем к синхронизатору. Синхронизатор в комплект не входит. Это новая версия, которая вот только-только вышла. Чем она знаменательна? Немножко задротся по информации. Здесь технология Air 2 присутствует, которой нет предыдущих синхронизаторов. Что у нас в этой технологии классного? Пользователи Godox давно уже наслаждаются этим преимуществом. То, что вы, когда снимаете со вспышкой, вы сразу на синхронизаторе видите мощность этой вспышки. И это вообще замечательно, удобно и классно. Но ProFoto до этого дошли только сейчас. И только сейчас у них появился вот такой синхронизатор. Ну, это ни в коем случае не камень в огород ProFoto. Потому что ProFoto все остальное гораздо лучше. То есть дизайн вы можете посмотреть, как это выглядит просто. Как? Как? Вспомните, какой вспышкой вы пользуетесь или какой вы пользовались, может быть, на последней съемке вашей студийной. И посмотрите вот на это. Соответственно, синхронизатор у нас здесь версия Non-TTL. Здесь написано где-то Non-TTL. Это значит, что у него нет автоматического режима. Давайте же уже посмотрим, наконец, что у нас здесь представлено. У нас здесь есть, соответственно, канал и группа. Для тех, кто пользовался вспышками, все понимают, что на одном канале у нас может быть несколько вспышек. И для этого у нас здесь есть группа. Эти группы выбираются вот таким вот образом. И, соответственно, мы можем выставить эту мощность. И вот, которая мощность отображается здесь, такая же будет отображаться и вот здесь. Отдельный ASMR, отдельный кайф от звуков. Послушайте, как это звучит. Ну, класс. И то же самое с моделирующим светом, с постоянным. Каждый раз, когда мы доводим крутилку до крайнего значения, у нас появляется характерный звук. То есть мы можем даже не видеть экран и благодаря вот этим звукам понимать, насколько у нас меняется мощность моделирующего света. Основные моменты по работе с синхронизатором, я думаю, понятны. Теперь о том, как это работает с телефоном. Среди всего этого технологического хаоса постараемся разобраться, как что работает. У Профото для телефона всего есть два приложения. Профото камера и Профото контрол. Камера предназначена для того, чтобы прям фотографировать с телефона, используя эту вспышку. А Профото контрол для того, чтобы менять мощность только с телефона. То есть вот, соответственно, мы нажимаем на кнопочки и у нас все здесь меняется. Та мощность, которую мы установили на телефоне, моментально устанавливается на вспышке. Здесь же мы можем включить моделирующий свет, также мы можем выключить вспышку и так далее. То есть все настраивается с телефона. Вообще отличная новость для тех, кто работает с телефоном, тех, кто фотографирует контент на телефон. Теперь вы можете использовать вспышку прямо вот через это приложение. Здесь, кроме того, что вы можете снимать в JPEG, вы можете снимать в RAW формате. Короче, загуглите, что такое RAW. Это формат для настоящих профессионалов. Мы выберем пока JPEG. Мы же не какие-то профессионалы. Мы просто здесь показываем основные функции. Также есть у нас два режима в приложении Профото камера. Это смарт, который сейчас выбран. Он автоматический. То есть мы просто нажимаем на кнопку и у нас вспышка сама подстраивается. И также классик. Классик. Вот видите, все сразу стало непонятным. У нас здесь есть баланс белого из двух составляющих. То есть он не просто теплый и холодный, он еще и маджентовый и зеленый. Также у нас есть скорость затвора, ISO и все эти профессиональные штучки, о которых вы слышали, наверное, от каких-то суперопытных старых взрослых профессионалов. И также мы можем менять мощность вспышки также вручную. Давайте включим смарт и попробуем, как это все работает. Кроме того, что мы в смарт не регулируем здесь мощность вспышки, вообще никаких параметров не меняем, мы все же можем поменять фокусное расстояние. Соответственно, здесь у нас iPhone 13 Pro Max и у нас в нем три камеры. 0.5 широкоугольная, один стандартная и три телефото камеры. Это третья, которая приближает максимально. И мы их, соответственно, можем менять. И с каждой из них у нас будет работать это приложение. Я здесь не буду вас обманывать. Мы уже, на самом деле, сделали фотографии вчера тестовые. Вот у нас Аня, она сейчас находится за кадром. Вчера она находилась в кадре. И вот такие мы фотографии сделали. То есть со вспышкой iPhone такие фотографии сделать практически нереально, потому что у нас здесь, смотрите, ровное заполнение кадров вспышкой. У нас она супермощная. То есть это здесь стоит минимальное ISO и, значит, самое лучшее качество. Вот вы можете оценить это. Итак, может показаться, что это все какие-то детские игрушки, баловство для тех, у кого много денег. Но на самом деле это вот тот редкий случай, когда профессиональный инструмент выглядит вот так красиво. Обычно профессиональные инструменты просто настроены на то, чтобы выполнять какую-то одну определенную функцию. И они не несутся с собой к какой-то эстетике. Здесь компания Профото постаралась и сделала это все максимально дизайнерски, красиво и удобно. Соответственно, те фотографы, которые часто снимают с импульсным светом, оценят этот комплект. И также он будет полезен тем, кто снимает на телефон. На этом все. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал и ждите новых обзоров и полезных видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok